доброго времени суток дорогие друзья я кузнецов дмитрий вот сегодня у нас 10 сентября 2017 года часто последнее время к вам обращаюсь по той либо иной теме но вот сегодня даже не знаю как это обозначить тему моего обращения да просто обращение обращения смотрите дело в том что кто еще не знает наверняка узнают тот кто давно на моем канале знают что моя деятельность очень скажем так ремниво контролируется горе конкурентами моими почему горе конкурентами потому что я не считаю что способ конкуренции в таком формате приемлем до для адекватного бизнесмена там предприниматель не знаю могу ошибаться у каждого свое мнение я сейчас не осуждаю мнение моих оппонентов а я просто рассказываю о своем и так они регулярно выкладывают ролики я смею заметить ролики скажем так не объективно информирующие основного часть населения моей деятельности но в их интересах то есть таким образом они перетягивают к себе слабую часть моих клиентов пытаются перетянуть людей которые еще не не удостоверились своих собственных каких-то желаниях амбициях вообще в собственных взглядах да хоть и сделали какой-то шаг может быть такой знаете нерешительный и они все время в сомневающемся таком вот что ли состоянии находятся и не знают где найти поддержку сами в себе не видят а какой-то такого стержня да не могут принять жесткое правильное однозначное решение и ищет защиту везде и всюду и в то же время находят только но проблемы негатив и так далее и мечутся туда-сюда мечутся там к одному к другому к третьему а ищет помощи какой-то до психологической чаще и не могут сами себе помочь да то есть как то как говорят если хочешь изменить все что вокруг тебя происходит в первую очередь измени отношения к этому происходящему ну да ладно ну и вот таким вот образом конкуренты мои не все он единственный на всем нашем я не видел вот на youtube пространстве это единственный человек занимающийся вот такой же деятельностью как и я поверьте таких людей занимающихся вот юридической помощью кредитных юристов очень много это единственный человек который почему-то решил что вот таким вот образом пиарится в принципе ну как бы приемлемо да но опять же это его выбор не могу его не осуждать не упрекать а просто я свое негативное мнение поэтому высказываю поводу вы там уважаемый дмитрий конечно же видите себя так как вам видится правильно ну ладно так вот эти люди с неустоявшимся мнением с какими-то шаткими жизненными позициями естественно ищут где опекуна ищут что ли да но это их в жизни всегда так вот и люди людей мало на самом деле которые могут определиться четко жесткая таких единицы вот ну и раз сначала ко мне да потом хлоп увидели какой-то там пасквиль на меня все я плохой а тот кто создал тот пасквиль конечно же хороший и углу под его защиту там под его опеку и так далее ну выбор этих людей тоже я не осуждаю местная уже заявлял и вот кстати говоря в формате этого обращения второй раз повторяюсь они 22 что я прошу вас дмитрий побольше таких роликов потому что вот как вот вы выпускаете что-то идет такой всплеск активности моих клиентов они сначала выходят нам на связь мы с ними общаемся естественно они не то что я говорю что сразу там под юридическую защиту но заявок гораздо больше выходит гораздо больше заявок с нашего сайта заходит вот как только кто-то из любопытства кто-то убедиться в ваших словах кто-то что я действительно мои специалисты дилетанты да пожалуйста может кому-то что-то не нравится и ваша манера преподнести этот продукт а мы я подчеркиваю делаем одно и то же дело и в комментариях же ваших видео люди пишут что кто хороший кто плохой дело каждого решать но действительно вклад мы одинаковые с точки зрения информативности вносим то есть людей мы настраиваем тот лад что не нужно бояться вот этого беспредела банковского и вам за это отдельное спасибо просто но от лица ну не знаю если позволят люди которые меня слушают от лица людей которые действительно сейчас не понимают что происходит благодаря вашему каналу моему каналу каналам ваших вот скажем последователей люди наконец-то принимают какое-то важное решение и я точно уверен что рано или поздно благодаря нашим совместным усилиям что-то произойдет ну во всяком случае судебная система пошатнется и вот с позиции той которая сейчас до существует позиция лоббирования судов банками до полностью неприязни заявлений физических лиц в конце концов подчеркну с помощью моих усилий ваших усилий любых других подобных организаций все-таки что-то сдвинется но уже она уже сдвинулась с мертвой точки да ну ладно так вот я сейчас о том разговоре который вы там написали в своем комментарии под своим очередным пасквилем да в мою сторону что я никогда не выхожу на связь и вы хотели бы узнать мой адрес где я нахожусь я считаю что вы лукавите вы мой адрес отлично знаете контакты мои вы тоже хорошо знаете я вам написал что я абсолютно открыт и готов пообщаться мы позвонили не вы позвонил ваш не знаю кто он там партнер коллега или просто ваш единомышленник и мы с ним прекрасно поговорили я в процессе разговора неоднократно ставил на этом акцент что это не конфликтный разговор обмен мнениями человек естественно выложил этот ролик у себя я ничего против этого не имею единственная поправка надо было не обрезать но если сказал букву а надо говорить букву б но только конкретно и отчетливо я свою очередь оставляю за собой право на выкладывать полную версию как сложился наш разговор то есть там была урезана практически половина я здесь ничего обрезать не буду я выложу ролик разговор так как он был на самом деле как он происходил и вот теперь друзья мои оцените объективно кто прав кто виноват здесь нет кстати говоря на мое мнение по моему мнению нет ни правых не виноватых еще раз повторю делаем одно хорошее похожее дело отличается только лишь методом привлечения клиентов и может где-то там ну внутренними какими-то аспектами идея одна и та же зачем конфликтовать не понимают но если вы выбрали вот такой способ пиара то еще раз повторю это ваш выбор вы дмитрий не дурак далеко не дурак умный человек я об этом никогда не скрывал я никогда со своей стороны не пытался вас оскорблять ну в противовес вам опять же да ну у меня нормально все с нервами и я понимаю что это бизнес и раз это есть то скорее всего это на мою же пользу я так к жизни отношусь что-то происходит в моей жизни значит определенный урок я должен извлечь какие-то скажем так результаты я должен понять что мне жизнь дает для понимания и естественно воспользоваться этим свою сторону в свое благо вы естественно относитесь к моим словам как вам хочется еще раз повторю вы дмитрий не дурак и это видно это отчетливо понятно всем и каждому если вы меня считаете идиотом клоуном я хочу от себя сказать ну клоун это достойная профессия тот формат который в котором мы преподносим свои услуги он конечно отличается от общестандартного да люди привыкли видеть юристов галстуке в костюме ну или хотя бы в офисе как вы себя преподносите я выбрал такую манеру общине да у меня есть офис да у меня есть костюм с галстуком и вы это знаете но я не люблю эти костюмы я не сижу целыми днями в офисе я принадлежу сам себе ну вот так вот это первое что касается клоуна людям нравится кому-то не нравится я не претендую на свою безупречность кстати говоря обижаться на слово клоун это последнее дело достойная профессия очень непростая если мне кто-то штамп этот вешает я умею перевоплощаться да умею скажем так всегда любил это делать и в плане лицемерия да но в сторону кого вы понимаете да в вашем отношении никакого лицемерия нет и никогда не было я заявляю со всей ответственностью все что думаю то и говорю хотя после ваших вот очередных каждых роли как я их все прослушивала в отношении меня я серьезно задумываюсь я делаю какие-то выводы конечно же я не скажу что мне приятно слышать это ну я человек умеющий себя держать в руках и в принципе еще раз повторю оценивать ситуацию которая вокруг меня происходит 45 лет моей жизни мне дали возможность вот во всех от тихо перипетиях разобраться до сейчас как-то вторая половина жизни я думаю что обижаться что-то там нервничать в конфликт вступать времени не остается до это раз ну и еще что хотел сказать вот вы в одном из своих комментариях когда я вам предложил поговорить со мной вы сказали написали да а что там с ним разговаривать что он вы прям ко мне обратились что с тобой разговаривать митя и почему-то вот ваши последователи вот это слово митя возвели в ранг какой-то обидной фразы ребят меня бабушка митей называла друзья меня тоже митей называли я считаю что это хорошее ну какое-то имя уменьшительное да как аню нюрой называют там и не знаю ну можно кучу примеров привести некоторые натальи любят шпы хнатали называли нет я не говорю что меня там и призываю чтобы меня все митей называли это меня не оскорбляет нисколько если вы думаете что митя то это обязательно дурачок ну ладно думайте так ну и еще один одно ваше замечание да когда вы написали о чем с тобой разговаривать ты предсказуемый вот здесь вот я немного углублюсь в философию человеческую предсказуемость какого-то человека в принципе не обозначает его ограниченность на мой взгляд это мое мнение предсказуемый человек это человек который устойчиво определился со своей позиции не скрывает ее и действует скажем так по четкому конкретному плану который тоже ни от кого не скрывает в этом случае действия человека предсказуемы если брать аналогию войны какой-то тогда конечно один генерал может в упрек генералу противника сказать что он предсказуем и мы его победим как вы воспользуетесь воспользуетесь тем что мои действия предсказуемы я не знаю если вы не захотели со мной разговаривать потому что я предсказуем поверьте если вы думаете что я бы начал хамить ругать или говорить там голосом герпеса адольфовича с вами ну нет значит вы ошибаетесь не хотите не звоните ради бога я же не пытаюсь с вами в конфронтацию какую-то вступить я даже сейчас к вам просто обращаюсь не в формате какого-то ответного слова а просто от души с добрыми какими-то намерениями поверьте меня растеребить разозлить очень трудно позитивный по жизни человек просто и узнаете на этом позитиве всегда двигаюсь никогда никого не обсирал и даже конкурентов и не буду этого делать и в вашем случае тоже единственное что я могу позволить себе это поправки когда вы говорите что я мошенник я утверждаю что я не мошенник многие люди так утверждают так что делайте выводы друзья смотрите обращение мое те кто на моей стороне те кто на канале дмитрия нашего моего как он дил дмитрия нашего уважаемая уважаемого но вы так я вашими сейчас словами я действительно уважаю всех это моя жизненная позиция я редко кого не люблю очень серьезно нужно мне занозить чтобы разозлить меня вот прям буквально по-настоящему так что давайте останемся при своем мнении выкладывайте побольше видосов про меня не найдете что я буду на каждое ваше видео ответ какой-то выставлять но здесь просто очевидно если человек сказал а повторю нужно сказать бы и если он выложил запись разговора то не надо было ее обрезать а сделать ее полностью конкретно как говорится о чем поговорили то и предъявить людям и после этого только уже говорить оцените не знаю так уже по скриптум во второй части разговора вот этот наш владимир наш он владимир который со мной беседовал от вашего я так понимаю имени то ли от волнения то ли это может по привычке по своей до зачем-то но мое мнение опять же я там в ролике это высказываю выглядел ну не трезвым человеком у меня такое ощущение сложилось что он ли покуривает либо вот в промежутках замахивает я не знаю зачем вроде хороший разговор получился бесконфликтный такой нормальной без напряжения без эмоций поделились своим мнением каждое единственное не понял зачем мне позвонил вот в результате я не понял зачем он мне звонил что он хотел от меня услышать на этом все до свидания дмитрий владимир все ваши сторонники я вас тоже приветствую на своем канале зайдите посмотрите оставьте комментарии обязательно под этим видео на моем канале ну просто действительно очень хочется вот посмотреть да что вы думаете по этому поводу с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям все кто недавно на моем канале подписывайтесь на канал ставьте лайки кто хочет стать под юридическую защиту пожалуйста ссылочка на наш сайт в описании ролика этого и любого другого на сайте есть видео как устроена работа кредитных юристов компании лям посмотрите это видео после этого оставьте заявку если вам интересны наши услуги наши специалисты вам позвонят в рабочее время кроме субботы и воскресенья по московскому часовому поясу только запомните телефончик он на сайте указан с которого мы будем звонить в самое ближайшее время я уже дал определенные указания ребятам которые этим занимаются мы разместим на сайте наш телефон 8 800 который будет доступен двух форматах то есть и вы сможете до нас дозваниваться я уже договор подписал стол центром который будет принимать входящие звонки и также оставлять заявки на обратный звонок и мы будем с вам перезванивать но сейчас пока чисто в техническом формате не пытайтесь позвонить на наш номер по что дозвониться тяжело оставьте заявку мы вам перезвоним только корректную информацию о себе пишите забейте этот номерочек себе в контакты и мы именно с этого номера вам позвоним ну чтобы вы не пропустили на этом все слушаем полную версию разговора до свидания алло здравствуйте дмитрий евгеньевич алло а новые вы там да 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 я слушаю вас вот но и в этом про себе позвонить и это вам группы антикредитные мошенники звонят а кто это антиколлектор я вас слушаю вот но будет вам сказали что вы настроены на беседу но первый вопрос вот объясните каким образом досудебная переписка влияет вообще на решение суда давайте это сам вот вы знаете меня дмитрий евгеньевич за вот ваше имя как владимир александрович супер отлично владимир александрович моем случае случае моей организации 50 процентов дел по статистике уходит в никуда понимаете на ситуацию я понимаю что вы записи разговора выложите я все это контролирую так вот я никогда никого не обманывал передайте своим там ухажером собственно говоря еще знаете как информация чем чаще белозеров выкладывать видосы свои да тем лучше у меня как-то клиентская база просто прошу почаще пускай выкладывает это раз но это так это в эмоции он все равно не хочет слушать меня но чем чаще он выкладывает свои видосы вот эти вот пастельные тем больше у него скажем так конкуренция но это ладно так и так инфо практически любое уходит до суда и половина банков половина уже на данный момент когда я только начинал где-то статистика была процентов 25-30 уже 50 процентов в досудетки просто бросают клиент они естественно не напишут бумажку никогда не напишут они бумажку которые признаются что они не хотят заниматься клиентом они просто передают коллектором и все в лично моем случае а минутку да я закончу извините извините перебью немного а у вас в в одном из роликов было такое что вам звонит клиентка и говорит о том что пристав по сбербанку вроде как окончила исполнительное производство но в то же самое время сбербанк по 44 статье гпк рф оформляет право приемства на коллекторское агентство ради бога чем отличается методы взыскания банка от методов взыскания коллекторского агентства физического лица у нас по сути ничем по сути по сути ничем не отличается но коллекторское агентство оно будет вести себя более форсированно нежели сбербанк еще я знаю очень хорошо да я сразу чтобы в контексте нашей с вами мирной беседы не было недопонимания я утверждаю со всей ответственности зная в сбербанке очень серьезных людей моих друзей и я с ними поверьте не конфликтую есть так называемый термин мнимое третье лицо когда банк естественно не может у себя держать ту самую дырявую бухгалтерию просто напросто третье лицо конечно я не спорю бывают и дурочки коллекторы но они вы знаете не выкупают это тот самый та самая база должников в свободном доступе так называемые биржи да должников где любого и каждого могут зацепить есть из пол производства нет на каком этапе человек прошел сид не прошел да срок висковой давности любого могут взять и любого могут начать теребить это для нас не секрет как работают коллекторы в случае наших клиентов им объясняется что коллекторы никто и звать их никак ни один коллектор как вы наверняка подозреваете да а не пойдет в суд взыскивать через суд вот это вот даже если у него есть право приемности да и право преемственности вы тоже должны понимать нужно еще в суде доказывать а не просто взял это и доказывают и доказывают вообще элементарно ну в нашем ну хорошо я по статистике своих клиентов у нас вот к нашим клиентам в том числе из-за досудебки из-за того что они понимают что ими занимаются юристы и не надо думать что у меня я один сижу как вы говорите дурные письма рассылаю у меня целый штат пожалуйста бухарестская 24 приезжайте офис опять же вернемся вернемся немного это в начало смысл досудебной переписки это мой выбор играет в суде в суде в суде если банк подает в суд сам если банк подает в суд во-первых банк не сможет пускай даже так голословно как не заявляю предъявить человеку что он скрывается что он мошенник человек никуда не скрывается он пытался вступить в договоры с банком у банка нет у банка нету обязанности в рамках гражданского кодекса вести досудебную переписку а у нас что у нас тоже нет обязанности выплачивать если человек не может но об этом желательно в смысле нет обязанности есть 309 статья есть 309 статья так нет ну понятно нарушение нарушение законодательства для того и существования чтобы исполнять нарушение нарушение если чьи-то права нарушены одна вторая если чьи-то права нарушены то пострадавшая сторона шагом марш в суд а тут что еще может быть и вот и все никто же не утверждает что клиент если он не платит то он хороший он просто не может платить а здесь уже далеко далеко глубже сложив вот и как и как данная переписка играет роль в суде а я же вам объясняю при чем здесь суд при чем здесь суд в суде она может быть уже и не играет какой-то роли потому что суды лоббированные она она там не извините еще раз вас перебью она там не играет вообще никакой роли потому что судьи плевать хотели на данную переписку так я что перебивать если вы мне мысль не дали закончить меня с языка сняли суды лоббированы по закону по тому же они обязаны рассматривать любой материал который им поступает в формате вот этих всех вот разбиратель но есть очень хорошая статистика я вам повторю когда банки они не сразу как говорит белозеров кидают все в мусорку какие-то банки смотрят все таки и принимают решения вот знаете вы можете подумать что я сейчас в банках существует так называемые мероприятия в банках так называемые кредитные комитеты на которые собираются сотрудники отвечающие за те либо иные движения в банках и признается либо не признается то есть принимается решение что делать с тем либо иным пакетом должников признавать безнадежным либо продолжать по ним работать либо вот на биржу должников да чаще всего на биржу должников а там уже коллекторы вот эти вот крошки с барского стола собирают вот инсайдерская информация хотя может быть она для вас новостью по регионам я могу сказать следующее то что там у сбербанка есть определенные коллекторские детства с которыми они взаимодействуют уже просто напросто не первый год и которым они отдают судебные решения либо на стадии исполнительного производства должников то есть никакой тогда почему разворачивают иск суд разворачивает иск с мотивировкой что они пытались договориться в досудебном формате вот почему на ваш взгляд это если к примеру идет речь об автокредите там да там не надо если мы подаем допустим суд сами на требования документов подождите судебное решение вы еще полгода назад хотели показать судебные решения что то на сайте выложено на сайте выложено где в виде пяти судебных приказов это судебная практика во первых во первых да сейчас мы продолжим вот вы знаете как то передергиваете вы мне задаете вопрос я начинаю отвечать у меня такое ощущение что вы понимаете что я ориентируюсь как говорится на местности и начинаете мне задавать вопросы в лоб провокационные окей хорошо ничего выкладывать никому не буду если на то пошло тельняшку на себе рвать не буду клиенты идут мы им поможем не подождите подождите я вас еще раз перебью ну давайте вернемся к тому разговору о котором мы вы года назад обещали обещали выложить переписку это есть я сейчас эту переписку высылаю своим клиентам у нас каждый клиент получает отчет регулярный пардон 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 не переписку а судебные решения их до сих пор никто не видел и не слышал о них так секунду а вы какие решения хотите ну как как судебные судебные этапы это промежуточный момент мы создаем условия когда банку интересно отказаться от претензий эти условия можно создать которые прошли судебные разбирательства только на этапе уже ФССП или нет мы с вами увидели что суды лоббированы они что для чего а для чего а для чего вы тогда говорили что вы выложите именно судебные решения да судебные решения сами как таковые все наши клиенты которые лично получают а для кого-то заботиться кого-то там поймите у нас и так мы не справляемся сейчас добираю что а минуточку все судебные решения они выкладываются на сайте ну хорошо это вообще у нас все судебные решения так вот я продолжу весь этап нашей работы в принципе подразумевает создание условий когда банку выгодно отказаться от претензий на каком этапе это произойдет это уже дело десятое на этапе второго третьего месяца когда им кошки просто забивают а уж онлайн займы вообще перестают кроме как звонками надоедать и никаких у них потух нету а никому не для кого не секрет что мфо с удовольствием подает в суд на человека который не защищает но как только видят что от человека идут меняемые письма оно естественно начинает по-другому на человека смотреть потому что у них есть откуда заработок брать и зачем им тратить время свои нервы для того чтобы собственно говоря с человеком каким-то образом манипулировать взаимодействовать зачем не за судебные переходим к судебным для чего досудебка я надеюсь вам объясню 50 процентов кредиторов на этапе до судебного вот этого цивилизованного конфликта откалываются второй момент судебный этап он промежуточный без него никак не попасть на этап ПССП на этап исполнительного производства поэтому он необходим и там есть два сценария стечения обстоятельств либо мы подаем в суд то есть начинаем первые шаги вот в этом официальном формате либо встречаем банк в суде и так для чего первый сценарий для того чтобы дать кредитору понять что мы не боимся банк еще раз повторяю ста процентов случаев моих клиентов если мы отработали то как говорится рецессии не происходит больше к этому человеку под тем эпизодом которым мы отработали никто никогда не предъявляет официальных претензий официальная претензия это иск банк то есть мы сами идем в суд естественно когда мы заходим в суд я имею в заочном формате банк я еще не закончил банк я скажу все потом мы будем с вами четко конкретно работать над всем сказанным давайте так же будет и вам лучше хорошо хорошо и для вас же наверняка сейчас пускай он наговорит пускай он наговорит там всякие чепухи давайте может чепухи и наговорю вам же лучше послушайте так вот когда мы сами заходим по той либо иной причине в заочном формате в суд банк естественно уведомлен будет кредитор любой банк естественно получает уведомление что человек сам в суд пришли то есть автоматически у банка есть понимание что судом человека не напугать да суды лоббированы и это не наша вина это не означает что нет смысла в суд обращаться может быть в перспективе лет в пять в десять начнут появляться какие-то прецеденты когда будут судьи становиться на сторону банков ой простите на сторону наших с вами клиентов все может быть потому что как вы понимаете договоры в той либо иной степени все таки противоречат этому самому законодательству ну и ладно хорошо дальше банк подал в суд мы встречаем банк в суде совершенно спокойно пишем возражения апелляции частные жалобы так или иначе ситуация должна все равно свалиться но с меньшей суммой долга хотя я в принципе думаю что нет никакой разницы сколько не платить да конечно если у человека есть официальный заработок мы никогда не скрываем что платить придется с официального заработка но если человек свободен от официальных доходов то вы понимаете что ситуацию можно дальше совершенно спокойно разрешать оплачивая там удобными платежами либо вообще с судебным приставом договориться что нечего у меня брать а теперь я готов ваши вопросы слушать так ну вот во первых да давайте тогда пойдем от обратного во первых для чего человеку платить к примеру по 500 рублей в месяц если у него к примеру нет официального источника дохода хорошо да это сам человек выбирает как правило пристав просят платить их хоть чуть-чуть либо ничего не платить а да просто человек пристав пристав ничего этого не просят но это в принципе даром не нужно у всех приставов пристав это чисто человеческий фактор вы наверняка знаете сколько по статистике на каждом приставе вот за последний год дел подвешено именно кредитных от трех тысяч минимум естественно кто-то просит кто-то может вызвать даже по телефону кто-то может повестку прислать как угодно и все по-разному спрашивают да некоторые кстати могут даже принудить например если человек не хочет мы никогда не говорим не надо прятаться ни в коем случае если вас пристав зовет человек понимаете когда уже на этапе ФССП он спокойно может нам задать да на любом этапе может задать вопрос и мы ему объясним не надо к приставам мы за вас не пойдем но что делать мы расскажем как себя вести у пристава вот и в данном конкретном случае ни в коем случае не нужно прятаться к приставу к приставу понимаете можно прийти и сказать денег нет но вы держитесь все к приставу ему и ему абсолютно приставу потому что да он так и говорит да простите да он просто напросто третье лицо которое исполняет именно судебное решение ему абсолютно до фонаря будет оно исполнено или нет это важно да это важное понимание просто многие об этом не подозревают просто многие думают что у пристава лично вот именно его клиента портрет лежит над кроватью он каждое утро в него дротики метает с ненавистью вот так люди к приставам относятся а когда начинают переходить по нашим же рекомендациям вы не бойтесь когда дело дойдет до судебного пристава сходите объясните что и как и в принципе можно приставу сказать что я могу платить по 300 рублей то есть не надо обмануть человек может отмысл отмысл из практики из практики банку невыгодно как мы с вами понимаем да вот эти 300 рублей они скапливаются определенным образом а это может быть обобщенное исполнительное производство насколько вы понимаете да то есть несколько может быть банков это слой это слой минут я вас поправлю это называется сводное исполнительное ну у нас триставы называют не знаю мой лично пристав который моими делами занимается это все сделал в обороне ну в плане ПЗ 229 это называется ну может быть да ну ладно это все как этот говорил Глазеров по Фрейду не знаю зачем он эти слова да употреблял в мою сторону Фрейд вообще в свою очередь только на секс сводил в данном случае у нас с вами никакого секса нет и не будет нормальный разговор диалог итак сводное обобщенное так или иначе суть мы с вами понимаем и вот эти 300 либо 500 рублей естественно с реестров через там полгода да по моему если мне память не изменяет начинает в равных частях уходить на судные счета заемщиков я все правильно сказал нигде не оговорился а да да вот то есть банк не может признать почему на суд а на какие счета почему на суд на судный счет ну потому что должно погашаться тело кредита а какие а какие еще счета в смысле ну а на какие счета уходят средства подождите а вот еще а вот еще кстати такой вопрос вот что подразумевается по телам кредита то что было человеку выдано и с учетом тех вот непосредственно цифр которые были зафиксированы в суде с учетом процесса с учетом процента ну да суд зафиксировал и определенные части штрафов правильно да правильно правильно ну это же цифра должна сформироваться официальной стать а не то что говорит банк и это происходит только лишь на этапе судебных разбирательств почему мы стремимся здесь спора здесь спора нет здесь спора нет потому что ну тем более если банк если тем более банк там требует запредельные штрафные санкции то их можно по 333 статье увеличить да все так и происходит лично у меня банк сбербанк меня требовал миллион восемьсот в итоге сейчас на исполнительном производстве лежит там что-то около полутора миллионов и это по двум эпизодам потому что в банке у меня два кредитных эпизода да в этом сбербанке ну нечего с меня брать что поделаешь так что это одно а второй момент если вот касается что куда уходит никуда уходит здесь по большому счету вопрос десятый куда это уходит другое дело что банку невыгодно получать вот эти вот копейки что делают у нас вообще на моменты по нашим рекомендациям вот он платит 500 рублей и задает вопрос и что мне теперь всю жизнь платить нет говорим мы нашему клиенту поплатите полгода потом прекращаете и вот после этого если на вас выйдет судебный пристав это будет означать что банк возобновил взыскательные мероприятия то есть спросил у пристава почему там не приходит ко мне эти 500 рублей скорее всего не скорее всего в нашем случае ничего не произойдет пристав не перезвонит потому что пристав там через какое-то время уберет это дело в архив и займется другими совершенно делами должниками вот и все вот здесь вот здесь опять долг останется бесспорно долг будет висеть и что ну висит а что жизнь вернемся вернемся немного немного обратно когда вам звонила клиентка про то что что у сбербанка там то ли долг это был бинбанк кстати бинбанк нет 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 когда это сбербанк тоже тоже да вот по сбербанку клиентка вам позвонила и как как я понял там состоялось просто напросто по 44 статье процессуальное правоприемство то есть долг от сбербанка перешел наверное на стадии исполнительного производства к коллекторскому агентству да но но дело так в том что у вас там клиентка она является пенсионеркой и правоприемника такое положение дел не устроит то есть там по 2 по 2 тысячи рублей в месяц платить а зачем он тогда вступал в эти вопрос остается ну потому что понимаете вы сейчас утверждаете насчет того что есть какая-то там бежа должников я не утверждаю дайте мне куда скинуть ссылку вам я скину без проблем вы можете элементарно зарегистрироваться и получить доступ и все ну там не так что буквально каждому человеку там контактное лицо будет я не утверждаю что он по Сбербанку там допустим Пупкин Иван Иванович да долг такой-то прослужен не прослужен на том-то этапе столько-то должен столько-то отдал к взысканию столько-то и контактный телефон ну то есть не человека не Пупкина то есть это это между между физли правильно а почему кто угодно может этот долг забрать себе а также они как работают в те времена коллекторские коллекторские детства они они таким не занимаются а как же они тогда выкупают пачками долги телефонные за газ у кого естественно они приходят вот я знаю как до 230 до вступления было приходит некий представитель банк ну я так совсем-совсем грубо говорю да то есть это буквально не так происходит но есть начальник службы безопасности который определенным образом занимается вот этой вот организация того самого в кавычках агентского договора просто дает возможность им получить доступ к этим базам вот и все может быть это не чересает может у банков свои личные базы что категорически нарушает любые имеющиеся на данном этапе законы но так или иначе это есть и доказать это что банк там делает очень сложно на мой взгляд как попадает информация коллектором я не знаю зачем нам вы я так понимаю мою компетенцию и вменяемость моих услуг хотели выяснить а получается что я должен коллекторов за банки вам какой-то отбывать ну не намерен не знаю вот нет вот по и паспи по сбербанку и по коллекторам я вам объясню сейчас досконально там нету никакой биржи должников ну может быть относительно у сбербанка может быть у сбербанка есть свои региональные коллекторские агентства в котором у них договор уже там неизвестно сколько лет они продают и исполнительные листы и переуступают на стадии исполнительного производства друзья вот переслушиваю этот ролик формирую собственно для размещения в ютюбе и задался вопросом и вы наверное задались таким вот вопросом откуда владимир так отчетливо знает как работает коллекторы причем даже в региональных форматах очень интересно скажем так интрига разгорается я как-то предположил одно время что белозеров человек ставленник банковский ну так вскользь и не буду утверждать ни в коем случае этот факт ну блин что-то вот попахивает тут из этой стороны какой-то вот такой вот эрундистика во всяком случае от владимира понимаете позвонил человек выяснить мою компетенцию и упорно уходит от самых больных вопросов которые он же и задает и собственно говоря развивает тему формате какого-то ликбеза в том числе как устроена работа коллекторов причем разбирается в этом отчетливо если я допустим знаю поверхностно как банки работают так я честно признаюсь что у меня есть знакомый в банках да я и сам по уши был в свое время в кредитах и протащил эту ситуацию на себе на своей шее и после этого стал предлагать ее людям изучив ее досконально на себе но здесь вот я не смог никак да и не интересовался как устроена работа коллекторов здесь нам полностью четко демонстрируется полноценная осведомленность человека знаете не засланный ли это казачок остается мне с таким вопросом и к вам обратиться пишите в комментариях ну давайте слушать дальше ну а что это меняет в контексте нашего с вами разговора ну так делает сбербанк это их выбор а что же да ну в том то дело что мы же не можем из-за этого прекратить оказывать услуги людям нет это нет ну это может быть усугубляет ситуацию да смотрите да да вот и вот и вот именно что меняет именно ситуацию вот как у вас одна клиентка она платила по 2000 в месяц сбербанку да то есть коллекторское агентство эти 2000 в месяц они просто напросто не устроят а там а там процессуальное правооприятство произошло именно на стадии исполнительного производства его никак во-первых не оспорить так нет подождите не нужно констатируете факты да я не могу понять в чем катастрофа то есть катастрофа в том что ваша клиентка она будет платить я так понимаю не по две не по две тысячи в месяц потому что там скорее всего коллекторское агентство она просто напросто отспорит и что и в смысле с официального дохода да и каким образом ну если клиент этот наш то мы в этом случае естественно будем также поддерживать клиента даже и уже после того как срок действия договора закончится это наши условия мы в принципе через год можем взять клиента если по этому эпизоду который мы сопровождали какие то у нее проблемы или у него если человек оплачивал аккуратно каждый месяц 12 платежей сделано мы будем пожизненно его сопровождать хорошо оспорит ради бога но так же выйдет на этап судебного пристава что дальше со своим спором со своим решением суда понимаете из двух тысяч это все перерастет в пятьдесят процентов от пенсии в смысле если есть уже четкое конкретное решение человека удерживают по две тысячи да и теперь оспорит кто-то да какие-то доводы выдвинет правильно на каком-то основании судебный пристав принял решение на каком-то основании рассрочка была исполнение решения суда в формате двух тысяч принято да то есть аргументы какие-то рабочие есть на каком основании судья может менять решение уже другого судьи понимаете рассрочка по две тысячи в месяц это примерно где-то долг должен быть в районе двадцати четырех тысяч за год все больше 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 ну потому что неудобства которые получают правоприемники я вас по-другому спрашиваю на каком основании одно будет судебное решение отменено и будет вступить в силу другое более суровое решение на каком основании потому что понимают какие аргументы правоприемники более веские что им больше хочется но это не аргумент что их это не устраивает я считаю что это тоже не аргумент насколько если вы знаете наверняка что судья что судебный пристав должен вставать на сторону более слабой менее защищенной стороны в случае спора между юрлицом и физлицом по умолчанию более слабая менее защищенная сторона это физическое лицо тем более пенсионерка социально незащищенный слой не ну если так пафосно заявляют а почему я не могу понять на каком основании с нее взыскивали две тысячи а теперь начнут допустим пять взыскивать на каком основании на основании того что они подозревают еще не факт на основании ФЗ ФЗ 229 почему этого сразу не произошло алло ну потому что кто-то что-то сделал верно кто-то что-то сделал кто-то писал заявление о рассрочке да альянс о рассрочке о рассрочке правильно документы предоставили какие-то когда рассрочка заканчивается что произойдет следующим образом как понять рассрочка заканчивается рассрочка закончится когда будет выплачено тело кредита либо взыскатель рассрочка понимаете она по судебным решениям предоставляется на год ну полтора и там максимум ну хорошо то есть мы с вами по умолчанию понимаем что судебный пристав сидит вот это вот дело да вот это вот девушки или там женщины кто там отложил и вот ждет эти полтора года да через полтора года он должен встать опять написать бумагу в пенсионный фонд да в банк опять очередные обеспечительные меры да отправить то есть через полтора года он должен об этом вспомнить правильно приставу я еще я еще раз только в том случае если ему напомнят об этом фонаря да да если напомнят кто это будет там понимаете там вы поймите есть третья сторона которая называется взыскатель ну я говорю напомню да через полтора года в исполнительном кто взыскатель ну пристав приставу скажется я пойду да она во первых взыскатель он тут пойти да через полтора года и заявить что вот сейчас вот этот пенсионер по прошествии полутора лет теперь уже способен не по две платить а по пять или как подождите зачем ему уйти через полтора но если есть принятое решение оно же не имеет срока давности то есть есть принятое решение а заявление о рассрочке было удовлетворено и судья собственно говоря одобрил судебный пристав в том числе выполняет решение суда взыскивает по две тысячи рублей человека как может произойти что каким-то образом начнет бухгалтерия списывать в пользу судебного пристава пять тысяч подождите да не пойму я она рассрочка она насколько вот предполагается по времени просто идет ходатайство в суд о предоставлении рассрочки судья удовлетворяет в большей либо меньшей степени время там есть ограниченное время там нету хорошо нет теперь я понял сразу не сообразил да то есть рассрочка то есть человек может там не исполнять решение суда либо исполнять его в рассрочку на протяжении полутора лет окей через полтора года вновь обстоятельства не изменились следует такое же заявление и человек продолжает исполнять решение суда ту же самую рассрочку ну а что тут такого в чем да подождите ну а как может как в нашей стране может улучшиться ситуация у гражданина подождите нет 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 смотрите вот к примеру на полтора года предоставлена рассрочка исполнения решения суда да и в течении этих полутора лет первым выходит в суд не должник а взыскатель который говорит что меня вот такое не устраивает положение дел ну куда куда да куда должник в этом случае может отправиться правильно он может отправиться куда подальше и все не положите в каком смысле куда он отправится но он во первых должен как минимум быть уведомлен да о том что поступила в отношении его какая-то официальная претензия или нет если произойдет решение суда элементарно отменяется потому что оно не соответствует законодательству если должник уведомляется что появляется третье лицо он пишет нам письмо электронное и говорит вот я такой-то такой-то я вас обслуживался сделал 12 платежей вы это можете увидеть у меня на горизонте возник новый собственно говоря взыскатель пожалуйста возьмите это дело и так далее и вот в самом начале мы говорили а какая разница с кем взаимодействовать с банком либо с коллекторами вы сами сказали нет никакой разницы то есть тот же самый алгоритм действий будет нами проведен собственно говоря аргументы должны какими-то как быть весомыми да ну почему они вдруг решили что опять по пять тысяч ну половину а с другой стороны подождите а почему 2 не устраивает опять по какой-то причине может устроить по моему если речь о миллионных долгах или даже о статысячных то вопрос вообще как бы сам по себе отпадает коллекторы они нет потому что коллекторы приобретают долги ну примеру там за 1% отстал отстал ну ну тогда и по 2 им выгодно получать или невыгодно нет нам невыгодно хочется мне за него добавить ответить ну прям просится да как вот так и хочется нам невыгодно нет нам невыгодно ну чтобы окупиться даже 100 тысяч они ну по 100 тысячному эпизоду возьмут человек по 2 тысячи там ежемесячно переводят ну и хорошо за один платеж уже стопроцентной прибыли если не за 1% его купили а если за миллионы миллионный долг они купили ну за 1% ну 10 тысяч ну 6 платежей ну вот скажите пожалуйста вот вот тогда такой вопрос вы с кем-нибудь из коллекторских агентств пытались торговаться что делать торговаться он так и не смог ответить на этот вопрос а я лично подумал не хочет ли он мне вот из-под воль предложить поторговаться с ними а ну и себя преподнести как делегата от этой структуры ребят ну мне честно я посмотрел на 2 номер звонила дочь и мне нужно было прервать разговор но я его и прервал извинился и предложил ему перезвонить да а зачем не пойму а какой предмет торговаться а то есть сделать договориться о том чтобы не взыскивали с нашего клиента или взяли меньше а зачем нет ну смотрите смотрите вот секунду секунду подождите мне нужно это самое буквально минуту минуту времени перезвонить я возьму трубку сейчас я подождал по моему раз по пять по минуте так он мне не перезвонил но я перезвонил ему сам и вот здесь вот началась интрига та самая часть которая не выложена и мне кажется она намного интереснее чем первая а алло алло да алло вот смотрите да вот формате того вот последнего заявления вот действительно сейчас немножко на эмоции но в хорошем смысле вот дмитрий белозеров да видно что человек с опытом с образованием со знаниями вот какого хрена было так начинать да у нас в стране много кто чем-то занимается не проще было бы действительно вот как вы сейчас да созвониться может быть какие-то пути совместные наметить просто из конфликтов никогда ничего не возникает я с ним пытался и на вы невежливо как угодно не могу понять зачем это все я сейчас ни о чем не прошу я еще раз подчеркиваю каждый его ролик дает реальный толчок у меня прям как всплеск идет где-то неделю-полторы пока видос держится да там у него на канале у меня прям клиенты валят ну вы знаете там кто-то естественно передумывает на основании этого ну заявление-то голосовное вместо того чтобы заниматься ерундой надо сотрудничать надо вы же не будете отрицать что реально идет помощь людям в вашем случае в нашем может быть в вашем случае она не такая дорогая в нашем подороже но это обычный рынок кто как пиарится но Дмитрий зачем так пиарится вот мне ответьте пожалуйста на вопрос если будете выкладывать эту запись я не против только не режьте ее это мое обращение к нему я бы с удовольствием пообщался пообщался наметили бы какие-то моменты да чего ерундой это заниматься зачем можно сделать так чтобы клиентов было у всех много вот это что касается торговаться с коллекторами или нет зачем мне это нужно я вообще с ними не взаимодействую с коллекторами никак с ними то зачем смотрите вы используете давайте не по громкой связи будете говорить потому что мне плохо слышно ну просто связь было такое ощущение что телефон где-то в стороне лежит нет возле уха отлично во-первых вы используете эскалатовскую схему и вы сами да схема то какая разница эскалатовская схема не эскалатовская дело в том что насколько я знаю как работал эскалат это отдельная история у нас с клиентами идет постоянное общение взаимодействие мы никого не обманываем мы с ними сотрудничаем мы с ними всегда на связи у меня отдельно а у эскалата насколько я знаю в штате персональных менеджеров работали какие-то ну такие скажем так не совсем следующие персоны да которые просто извините за выражение выносили людям мозги своими ненужными вопросами и вот это раз не нужно цепляться за козыри ну на ваш взгляд это козырь да кто-то там работал в эскалат я вам точно скажу что работу эскалат я изучал работал я там не работал это ну скажем так не вопрос а в чем может быть подвох вот во всем этом нет почему вы с темы на тему прыгаете вы задали вопрос про коллекторов я вам ответил причем в таком позитивном формате перешел на персону конкретно Дмитрия Белозерова выразил какие-то свои такие робкие надежды да но это его выбор там он там может быть человек такой высокого мнения о себе и куда уж мне до него ну так или иначе нет и нет а при чем здесь вот это вот сейчас вы понимаете что тем самым вот вы если выложите вот даже не вырезая вот это вы сделаете мне же рекламу ну сейчас получается ну мне это вообще мне это вообще без разницы реклама естественно в любом общении должна быть какая-то тема сформирована какой-то вопрос должен у человека быть неразрешенный либо может быть цель какая-то наладить отношения испортить отношения просто извините за выражение пиздумка потравить но у меня не совсем много на это времени вот вы пытаетесь меня вывести на какую-то некомпетентность у вас ну мягко скажем этого не получилось вы начинаете ну аргументы на свой взгляд какие-то такие веские выкладывать я их ну скажем так не воспринимаю как аргумент это ваше право но я вам ответил да вот на это что еще что еще конкретно что что не так вам не нравится как устроена работа компании алям ну ну смиритесь с этим я же не обязан с кем-то согласовать свои действия ну идут люди мы им помогаем и все и это самое главное пятидесяти процентов случаев если вот опять в начало разговора про досудебку в пятидесяти процентах случаев кредиторы отказываются от наших клиентов просто мы не видим никаких официальных претензий на протяжении года сами идем суд тем самым закрепляя свою позицию позицию нашего клиента что он не боится разбирательств в суде это на самом деле серьезный аргумент банк отказывается от претензий но не официально опять же повторюсь какие могут быть аргументы со стороны заемщика которые не платят зачем подождите мы с вами работ сейчас разговариваем я должен понять приоритеты у вас какие мы с вами как коллеги разговариваем или как ну какое-то противостояние между нами вы мне сейчас рассказываете свои жизненные профессиональные наработки скажу честно нет времени давайте вы напишите что вы хотели мне сказать я обещаю что я прочитаю вот если вы ну я не вижу вы не нарывайтесь на какой конфликт вы нормально как эти коллекторы говорят конструктивно ведете беседу даете мне высказаться сами говорите я вам даю высказаться ну я цели вот не могу распознать зачем вы мне позвонили в разгар рабочего дня ну и скажем так что хотите получить от меня я понимаю компромат вам нужен материал для канала ну блин ну уже по-моему достаточно как что работает вы мне рассказали ну я тоже много чего могу я не только компания лям занимаюсь я еще на рынке вы видели да последний видос специально для клиентов меня спрашивают как можно заработать я выкладываю но это вот извините это вообще это полный лохотон то что вывозили да ладно хотите лично с вами поговорю в скайпе продемонстрирую с каких деньги я зарабатываю в скайпе лично вам выйдем на демонстрацию крана я вам продемонстрирую сколько можно зарабатывать на биткоине весь прогрессивный мир сейчас биткоинами живет если вокруг вас нет людей кто занимается криптовалютой это не значит что это лохотрон это не значит это нет нет это даже просто напросто по процентам это банальный хайп по каким процентам что называется по каким процентам не ну если вы этому не верите это не значит что это неправда еще раз повторяю со всей ответственностью я вообще канал сейчас заведу новый где я буду людям демонстрировать вы зайдите просто на youtube наберите криптовалюта и посидите и посмотрите это новшество это действительно очень важно и очень полезно для людей это все отменяет оно по сути отменяет деньги по большому счету это та самая лоббированная судебная система государства все почему в россии это скажем так прижимается в японии вам могут уже чек выписать когда вы покупку осуществляете за биткоины в хельсинки съездите в хельсинки стоят банкоматы биткоин банкоматы в дань недвижимость за биткоины продают вы понимаете биткоин я могу перевести находясь вот в санкт-петербурге во владивосток практически своему другу перевести не заплатив банку вообще не копейки а заплатив там комиссию блокчейн малюсенькую там в районе двух копеек понимаете это то что называется криптовалюта и волатильность на рынке криптовалют дикая сегодня я с одной пары вытащил 43 процента понимаете 43 процента вот именно вот именно что дикая вот и вот смотрите вот по трейдингу там я хочу вам заметить что биткоин это номинал вы не контракт фьючерсный покупаете и не договариваетесь о разнице стоимости доллара на форексе вы не можете здесь обнулиться вы покупаете четко конкретно номинал один биткоин и торгуетесь по отношению к другой криптовалюте допустим один биткоин какое-то количество часть биткоина один биткоин сейчас он стоит 4600 долларов не в районе 4600 долларов вы можете биткоин после единицы на 8 нолей делится биткоин делится от единицы на 8 нолей на сатоши так называемые ну вот тут сейчас демонстрирует полную свою некомпетентность что характерно для людей ищущих везде подвохи боящиеся вот люди боятся что-то предпринимать ищут всегда какой-то подвох не разобравшись ситуации то есть он утверждает что раз биткоин стоит сейчас там 4 тысячи вот на сегодняшний день он немножко просел 4 тысячи по-моему 200 долларов он стоит то не каждому не каждому у каждого есть возможность купить этот биткоин и он элементарных вещей не понимает о которых я ему сейчас говорю но кто-то может упустить поэтому акцент на этом ставлю вы можете купить часть биткоина хоть на 500 рублей хоть на тысячу рублей он делится после единицы 1 точка и 8 нолей 8 миллионов вот 8 миллионов от 4 тысяч 200 долларов на сегодняшний день имеется ввиду все сделано для того чтобы любой каждый мог приобрести сегодня какую-то даже часть биткоина хоть на 100 рублей хоть на тысячу рублей не обязательно покупать целый биткоин он элементарных вещей не понимает и пытается мне рассказать про какой-то лохотрон и дальше уже в такие дебри полез но вы уже наверное по голосу услышите что человек по моему в эту 5-минутную паузу на грудь принял серьезно давайте убеждаться дальше и вы можете на 10 рублей купить какую-то часть биткоина если вы за это то есть я не призываю кому-то кого-то покупать целыми биткоинами брать кредиты или так далее это дело каждого я просто еще раз повторяю волатильность на рынке криптовалют офигенная а такой волатильности можно такую волатильность можно увидеть только на срочном рынке на рынке фьючерса форекса да там это возможно на рынке номинальных единиц на ммвб такой волатильности не будет волатильность она за счет чего происходит за счет того что спрос повышается на биткоин биткоин не держится за счет золота не держится за счет политических каких-то серьезных движений биткоин растет за счет спроса биткоин растет за счет доверия биткоин растет за счет того что все большее большее количество людей начинает его приобретать пользоваться им биткоин это универсальное изобретение биткоин сатоши накаяма выдумал так скажем изобрел этот биткоин очень гениальную формулу крипто зашифровал все так крипто да это шифровка что можно выпустить можно добыть можно сделать всего 25 миллионов биткоинов больше их не добыть никак и сейчас уже дом добыта 22 с лишним миллиона биткоинов и когда будет 25 25 миллионный биткоин добыт больше их не будет появляться на земном шаре так как появляются деньги из печатных станков а спрос на них будет расти и биткоин будет стоить лет через 10 миллион да а вот недавно я слышал что биткоинов 21 миллион собираются выпустить их уже выпустили не надо слушать не надо слушать надо брать и смотреть если эта ситуация вам интересна если вы хотите найти какой-то негатив либо хотите зарабатывать на этом в любом случае в том и в другом нужно с ситуацией разбираться объективно к ней подходить я понимаю что большинство людей у вас как я понял в том числе жизненная позиция искать негатив искать врагов искать недоброжелателей и так далее моя жизненная позиция категорически ну вы же сейчас пытаетесь в противовес моим положительным заявлениям доказать мне что я мошенник да про биткоины и еще сейчас по моему если мне память не изменяет порядка 45 миллионов человек тоже мошенники в том числе люди которые которых я лично знаю да и они ну уж извините за откровенность мультимиллионеры друзья позвольте тут немножечко ясность несу потому что может непонятно быть что я хотел этим сказать по статистике сейчас на земном шаре 45 миллионов человек пользуются знают и собственно имеют скажем так в своем распоряжении биткоины 45 миллионов человек при собственно объеме населения земного шара 4 с половиной по моему миллиарда да ну так вот если округлять вот в том то и дело это я и хотел сказать что типа того что ошибается ошибаюсь я и в том числе 45 миллионов человек что касается реально долларов миллионеров я знаю людей которые занимаются где-то от силы 3-4 года биткоинами и они из обычных скажем так предпринимателей где-то там что-то простых людей выросли на моих глазах ну точнее так я какое-то время с ними не общался но потом я был вынужден собственно говоря узнать что это реально ребята которые ну стали ну вот хотите верьте хотите не долларовыми миллионерами то есть 85 биткоинов у них только допустим у одного парня на альтрейд да лежит на ресурсе который я порекомендовал вам всем в своих видео другой на бирже размещают у него в торгах на битриксе 250 биткоинов понимаете это средства которыми он манипулирует причем заявляют эти ребята так ну и мне собственно мне это не надо доказывать я им верю на слова потому что я их давно знаю что все основные средства у них находятся в биткоинах на банковской карточке допустим у них лежит от силы 2-3 тысячи долларов на какие-то расходы все остальное вложено в биткоины причем ну состояния вложены в биткоины и поверьте тех людей которых вам показывают по телевизору в том числе банкиров крутых предпринимателей вот эта публика тоже вся так или иначе причастна к биткоину они могут на территории России все что угодно говорить что для России невыгодно свобода в той либо иной степени для граждан а биткоин дает очень серьезную финансовую свободу в том числе и в формате заработка так что ну давайте не будем об этом об этом вы можете в ютюбе посмотреть рекомендую всем категорически а послушаем дальше на биткоине потому что в начале августа биткоин стоил 2,5 тысячи долларов в начале августа биткоин стоил 2,5 тысячи долларов сейчас он стоит 4,6 а в начале в начале 2010 он стоил за 10 тысяч за 10 тысяч единиц стоил 30 центов да зачем вы мне это я все это знаю да это говорит лишь о том что спрос на биткоины растет и он никуда уже не денется эту машину обратно не завернуть как говорит тот же Грев что сам Грев да из Сбербанка тот самый Грев что через 10 лет биткоин будет стоить минимум 500 тысяч долларов один биткоин за единицу это минимум а вообще он склоняется к мнению и кто и кто и кто его будет покупать на такой цене вы же не понимаете что я вам сказал что биткоин подразумевает после единицы еще 8 нолей 8 миллионных 8 миллионных то есть вы можете на 500 рублей купить сатоши биткоин как рубль делится на копейки рубль как доллар на центы также биткоин делится на сатоши так называемый в честь своего изобретателя вот это вот делимая единица сатоши так вот вы можете купить хоть на 500 рублей хоть на 10 рублей хоть на 1 доллар часть биткоина и точно так же торговать на той же бирже этой частью приумножая свои средства помимо этого биткоина уже более 300 вот на сегодняшний день более 300 криптовалют изобретено еще эфириум так называемый да слышали вот да ну их их кстати сейчас опять перебью почитайте новости по Китаю где уже Китай против КСО выступил чего чего вы мне простите я это самое попытка небольшая ситуацию я по-моему догадался вы это самое по-моему не совсем трезвый да по-моему под шафе судя по голосу как-то вот как-то вы с мыслями не совсем хорошо собираетесь нет просто без проблем разговор может быть продолжен но мне нужно понимать с трезвым человеком я разговариваю или все-таки вы немного выпили для смелости трезвый алло алло трезвый что трезвый ну просто в самом начале по-моему как-то так было более это самое сейчас мне кажется вы ну в процессе разговора со мной там ну может покуриваете не знаю тоже может быть ну хотя ладно это мое мнение пускай это я могу ошибаться извините если я вас обидел про новости из китая я вас слушаю да 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 совершенно верно что совершенно верно новости из китая какие пришли там запретили выпуск айсио и айсио что и айсио ну одну криптовалюту запретили потому что на ней ну я знаю эту ситуацию да кто-то там недобросовестно зарабатывал но одну криптовалюту запретили айсио айсио это не это не крик а что ну тогда просветите меня что запретить я просто пытаюсь предположить я же не могу полностью как открытую книгу ваши мысли читать айсио Есть IPO, то есть когда одна из компаний запускает акции на биржу, а есть ITO, то есть это вот одно относится к криптовалюту. Так, как это может повлиять на биржи, на которых миллиарды долларов, капитализация, ну повлиять, как это может, ну запретили, окей, рынок свалился или нет. Ну да, вот если брать так биткоин, то в начале сентября он преодолел исторический максимум, дороже 5000 долларов, потом откатился до 3900, сейчас опять 4600. Ну так и что, ну Китай, ну вы предполагаете, что кто-то в Китае, вы там в том числе в Китае собирают, я вас не уговариваю, поймите, уважаемый, я вас не уговариваю заняться биткоинами. Я просто поддерживаю ваши разговоры, не могу понять, зачем вы какие-то вот втыкаете совсем несоответствующие контексту нашей беседы, ну уже даже не аргументы, а какие-то ставки непонятные. Ну Китай, ну Китай, ну знаете как говорят про Китай, далеко Китай, и что теперь? Ну запретили, что запретили? Ну запретили что-то в Китае, что-то разрешили в Китае, Япония официально на государственном уровне признала биткоин, еще раз повторю, в Финляндии банкоматы устанавливают, концерн Тесла выставил, ну электромобили, которые выпускают цену в биткоинах за свои машины, то есть можете в долларах рассчитаться, можете в евро, можете в биткоинах. Еще раз повторю, в Дании недвижимость продают за биткоина, официально регистрируют сделки. А что в Китае там запретили? Ну что-то запретили, что-то разрешили, ну Китай, он всегда своей жизнью жил. Это что, значит, я лохотрон предлагаю? Это означает, что я лохотрон предлагаю, правильно, да? То есть вы сказали, что мой видос – это лохотрон. И сейчас вот таким вот супер-бомбическим аргументом вы решили доказать, прибить меня к водорному столбу, да? По крайней мере у вас в последнем... Не в последнем, оно далеко не в последнем. В крайнем. Уже даже в предпоследовании. Уже в предпоследовании даже, да, потому что я еще выложил там из старенького. И что вас там смущает? Что там вас смущает? Что можно зарабатывать от 1% в день, но вас смущает, многих не смущает. Это первое. Это первое, потому что... И не только вас. Посмотрите, сколько там дизлайков. Дизлайков, по-моему, на данный момент больше 50. Но это кого-то что-то смущает. А также по реферальной ссылке зарегистрировалось порядка 100 человек. Это людей не смущает, значит. А я не претендую, поверьте, я не претендую на свою исключительность и какую-то там кристальную вообще порядочность, да? То есть я говорю как есть и предупреждаю, что каждый должен сделать свой выбор. Прежде чем делать какой-то выбор, нужно изучить ситуацию. Вот и все. Меня люди постоянно спрашивают, как можно заработать, Дмитрий Евгеньевич. Я им рассказываю, как можно заработать в данном конкретном видео. И уверен, что так можно заработать. Если кто-то в это не верит, то прежде нужно попробовать и получить шишку. И потом мне доказать. Вы даже вот в этом видео говорите о том, что на сайте localbitcoin.com можно свои деньги на биткоины поменять. Но данный сайт он заблокирован Роскомнадзором. По глупости, я сейчас зайду на этот сайт, на LocalBitcoin, сфотографирую и вам пришлю. Роскомнадзором он заблокирован. Ну где? Обменник что ли? Вы что такое говорите? Вот я сейчас захожу с компьютера собственного LocalBitcoin. Вот он, грузится. Точка. Да какая разница, точка. Нет, заходите да и смотрите. Дмитрий, вот реально вы просто даже не понимаете, что... Вот он у меня открылся. Вот он у меня открылся. LocalBitcoin.com Да? Купить биткоины, продать биткоины, разместить объявления, форум, справка. Получить биткоины, транзакции. Что такое? Что не так? Помимо таких сайтов еще существует десятки кошельков, не обязательно на LocalBitcoin можно обменные операции проводить по обмену своих денег на биткоины. Не только на LocalBitcoin. Я это делаю на LocalBitcoin. Кто-то может это делать на другом сайте. LocalBitcoin.com Заблокирован. Все раз повторяю, я сейчас на этом сайте нахожусь. Друзья, на самом деле, ну давайте не буду вас томить, действительно, LocalBitcoin.com не работает. На территории России этот сайт не подгружается. Я, будучи в Таиланде, регистрировался на этом сайте. И поэтому по ошибке, ну не проследил я. На территории России этот сайт работает под доменом LocalBitcoin.net. Абсолютно спокойно работает. Там можно рубли. Там любую валюту можно поменять на биткоины и обратно. Я об этом вам сейчас расскажу. Он меня действительно поправил. И я увидел, что, блин, у меня, оказывается, в описании была ошибка. Вот я скопировал так, как, собственно говоря, не нужно было делать. Для всего мира он работает как LocalBitcoin.com Дело в том, что в России действительно, так или иначе, притормаживается вот это все дело. Настолько, насколько это возможно физически. Ну, как невозможно отменить интернет, так и невозможно, собственно говоря, отменить сайт, который во всем мире эксплуатируется. Ну, поменяли, да, домен и все работает, собственно. И, поверьте, работает. Все там никто не обманывает на этом сайте. Но, опять же, это каждый должен проверить. Кто решит, пожалуйста, мои контакты на почту, там, мне пишите. И я с вами буду связываться, все рассказывать, если кому-то это будет интересно, эта история. Ну, а мы с вами слушаем дальше. Сейчас на этом сайте нахожусь. Открываю вкладку «Купить биткоины». Читаю. Вот за рубли сейчас продается биткоин. 282 тысячи – самая первая вкладка. Самая первая строчка. Человек предлагает поменять биткоины на, то есть, биткоины на рубли. То есть, он дает. Таких вкладок, ну, таких вот в столбике, ну, 10 вкладок, да? Не вкладок, а, ну, столбик, строчку. Можно дальше еще, да, двигать. Я не пойму, что вообще такое? Что за какие-то непонятные хохот? Не верите? Зайдите и посмотрите. Если у вас что-то не открывается. А он заблокирован Роскомнадзором. Ну, значит, у меня какой-то провайдер, да? Вот у меня Билайн дома провайдер, да? И он каким-то образом пропускает сайты, которые заблокированы Роскомнадзором, да? Вы свое же видео посмотрите, где вы говорите о том, что localbitcoins.net. А у вас в описании стоит localbitcoins.com Я ставлю, как ее зовут, ссылку, и по ней спокойно можно зайти. Я не могу понять, зачем вы это мне сейчас все рассказываете? Там нет, там нет. Я сейчас захожу на свой видос. Я захожу на свой видос сейчас. Вот, захожу на свой видос. Открываю. Смотрите, смотрите в описании, какой вы сайт указываете. А, ну, спасибо, кстати говоря, спасибо, действительно, действительно, спасибо, да. Ну, я поправлю, я поправлю, да. Ну, понятно, ну, ком заблокирован, это, свой. Вот, кстати, за это вам огромное спасибо. Только сейчас увидел, да. А что это меняет? Ну, я все, я признаю, да, я ошибку в описании допустил. Сейчас поправлю. LocalBitcoin.net поставлю. Ну, что это меняет-то? Ну, это ничего не меняет, человек любой может зайти на... Ну, это ошибка моя сейчас, ну, я ее поправлю. Что? Это значит, я ассист... На ком, на ком, на ком, там, в принципе, никто, никто зайти не мог. Ну, блин, спасибо вам огромное, что вы мне подсказали. Я просто действительно партнерку скопировал, видимо, на сайте, на том, который работает, а не партнерскую ссылку вот таким вот образом, их упущение. А я не проконтролировал. Вам огромное спасибо. Вам огромное спасибо, что вы мне подсказали. Я сейчас же поправлю. Ну, блин, ну, только, как говорится, ну, вот, то, что я ошибся в описании, да, то есть копировал не ту ссылку, я аферист. Ну, хорошо, пусть буду аферист, ладно, в вашем понимании. Мне это весело слышать. Ну, ладно, ладно. Да, 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 я, кстати, сейчас поправлю. Спасибо, еще раз повторяю, да. Все, да, разговор у нас с вами исчерпался. Или еще какие-то есть ко мне? Я тоже думаю, до свидания. Белозерову, пожалуйста, просьба передайте, что я готов нормально общаться. Если есть какие-то предложения нормальные по работе, то я готов и опытом делиться. Если он считает, что мой опыт ему не нужен, то это его выбор. Ну, на самом деле, я вот всю жизнь в бизнесе, да, всю жизнь чем-то занимаюсь. И никогда еще не видел такого вот... Ну, это, 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 кстати, то есть уже, знаю, там, в 2012 году у вас был КПК. Правильно? Кредитно-потребительский кооператив? Да, да, да. Да, мы действительно, люди вступали в кооператив, и у нас ни одной претензии не было. Да, ну, а что такого-то? Кредитно-потребительский кооператив у нас был, да. Вступали люди в кредитно-потребительский кооператив. У меня просто по бизнесу очень много партнеров было. Люди, скажем так, сотрудников своих приглашали, люди зарабатывали. Ни одного мы не обманули, ни одного. Всем свои проценты мы выдавали, мы принимали денежки у них, как инвестиции, и потом отдавали. Тут вообще без проблем. Даже и скрывать нечего. Любой может это проверить. Так что, вот так-то. Ну, ладно, раз все, так, значит, все. Я надеюсь, вы передадите мою просьбу многоуважаемому Дмитрию Белозерову. И очень хотел бы, кстати, маякнуть и когда выложите, ладно? На Ютубе разговор. Ну, нифига он не маякнул. Вторую часть он разговора вообще не выкладывал. Естественно, узнал я о том, что там что-то выложено уже от людей, которые меня поддерживают. Ну, и я напомню, друзья, помните? У нас, не у нас, точнее, а у него недовольство, то есть у него основной козырь, у Белозерова, цепляется за то, что якобы досудебная работа бесполезна, и она не нужна. Более он никаких аргументов других не приводит, кроме как там цепляется за оговорки, ну, филологические, простые, да? Ну, бывает такое у него. Вот только так и никак иначе. Я в самом начале разговора эту тему с готовностью поддержал и начал ему рассказывать, что досудебная работа исключает в 50% случаев вообще обращение официального кредитора в суд. Я считаю, что даже в этом формате она необходима. Если он не эксплуатирует этот формат, ну, это его дело, это его выстроенный бизнес, ему так нравится. Я считаю, что 50% это серьезный аргумент, и он растет, естественно. И в самом начале моего бизнеса это был не такой высокий процент. Все чаще и чаще организации, кредиторы отказываются от своих претензий, то есть перестают требовать в официальном формате, то есть у них вот это вот желание пропадает, то есть не подают в суд вообще. А если судом не предъявлен долг, то человек автоматически не является должником. Я считаю, это серьезное достижение, и убирать формат досудебной работы я не буду. Более того, я считаю его очень нужным. Вот, таким вот образом. Как вы заметили в самом начале разговора, именно за это была зацепка основная моего контрагента, контрагента, так назовем его. Но развивать мысль он не стал, ушел в какие-то дебри непонятные, начал делиться своими, я так уже подозреваю, профессиональными наработками, как работают коллекторские службы. Я прошу заочно прощения, если я ошибаюсь, если человек не принадлежит коллекторам, потому что, на мой взгляд, коллектор – это нижняя прослойка социальная. Вот, поэтому это действительно можно воспринимать как оскорбление. Поэтому, если человек не коллектор, а просто действительно откуда-то знает информацию, то я заочно прошу прощения, извиняюсь за свою догадку. Но, так или иначе, было неправильно все-таки выкладывать ролик у себя на канале вот в таком формате, в таком формате, как он был выложен, а не в полностью, как я сейчас выложил, одним кадром, что называется, ну, правда, со своими пометочками для простоты восприятия. Ну, что, вот теперь можно заявить, оцените. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Кому интересны услуги компании «Алям», пожалуйста, ссылочка на наш сайт в описании ролика. Также в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, если вам интересно, оставляйте заявку, мы вам перезвоним в рабочее время, кроме субботы-воскресенья, по московскому часовому поясу. Не забудьте, повторю, записать номер телефона, с которого мы вам будем звонить. Ну, всего вам хорошего, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.